Глубоко уважаемые коллеги, следующие наши дебаты по инфекциям нижних мочевых путей по острому и рецидивирующему циститу. Большая часть этой презентации приготовлена Любовь Александровна Синяковой, которую вы все хорошо знаете. И в начале этой презентации мы хотели обратить ваше внимание на слова Ипполита Васильевича Давыдовского. Знаете ли вы, кто это? Ипполит Васильевич. Да, это известный патологоанатом, который, кстати, родом из Ярославской области. И очень важно, что для нас патологоанатомы являются такой зачастую истинной последней инстанцией. И наши врачебные ошибки, они зачастую скрываются именно этими людьми. И ничего, конечно, это неприятно ошибаться, но все мы ошибаемся. Ну, умный человек, он пытается на этом учиться. Поэтому, на мой взгляд, совершенно не стыдно говорить об этих ошибках, чтобы пытаться... А лучше еще учиться на чужих ошибках, да? Попробуем поучиться на чужих ошибках. Итак, опять-таки, когда мы говорим об ошибках, то у нас есть некие истины, да? Которые, в общем, они не в последней, конечно, инстанции, но наши как патологоанатомы, скажем так. Так, основная ошибка в диагностике неосложненных инфекций нижних мочевых путей – именно циститов. Да, острый неосложненный цистит. Бог ты мой. Самая простая урологическая инфекционная болезнь. И европейские рекомендации нам говорят о том, что, ну что, вы должны клиническую диагностику провести, провести физикальное обследование. Заметьте, они об этом говорят. И сделать общий анализ мочи. Либо по тест-полоске, что очень удобно и быстро, либо там микроскопия. А даже пассив, европейские рекомендации нам говорят, что мы не должны всем пациенткам делать, что только с какими-то необычными симптомами, с подозрением на билонефрит. На мой взгляд, это неправильно. Ну, это на мой взгляд. А европейские рекомендации говорят, что мы не обязаны всем делать пассив. И основная проблема, действительно, что мы всех под одну гребенку. Опять-таки, острый цистит – это такая же гетерогенная болезнь, разная болезнь, как и острый простатит. Я сегодня не буду напоминать новой классификации инфекции, которая подразумевает категоризацию в зависимости от локализации, от степени тяжести, от факторов риска, ренук вот этих, и от того, какой микроорганизм вызывает инфекцию. Это вот впервые, вот в этой, собственно, монографии эта классификация появилась, которая призвана индивидуализировать диагноз. Потому что один острый цистит, он рознь другому острому циститу. И уж не надо, наверное, напоминать, что вот эти учащенные болезненные мощи испускания может быть вызваны совершенно разными болезнями, которые цистит там может быть вообще даже близко его не будет. Это может быть и при вагенитах, и при атрофии мочевых путей эпителия, при уретритах, так называемом уретральном синдроме. Я хочу показать те клинические примеры, которые Любовь Александровна подготовила. Это реальные пациентки, которые долгое время, некоторые из них долгое время лечились от острого цистита. Посмотрите, и ряд этих пациентов, например, вот четвертый пример, это совершенно ошибка врача, который физикально не провел обследование, что он не увидел вот такой пролап стазовых органов. Лечили бабушку, женщину, не бабушку, женщину от цистита. Посмотрите, больная первая, 64 года, учащенная болезненная мочеиспускания, примесь крови мочи, ну геморрагический цистит. Сделали УЗИ, оказалось, в конечном итоге сделали УЗИ у Любови Александровны, оказалось, что у нее опухоль мочевого пузыря. Пожалуйста, 27 лет пациентка, ну это самый, что ни на есть возраст для острого цистита. Поставили острый цистит, полечили, а оказалось, что там цистит не совсем-то и виноват, что это атипические микроорганизмы виноваты, ее нужно лечить от хламидийной инфекции. 30 препаратов успели назначить. Вопрос о сбережении антибиотиков, мы тут говорим, боимся лишний раз назначить. Следующая пациентка, тоже лечили от циститов, вроде бы там и даже подтверждение, в какой-то момент находили кишечную палочку, чувствительную к карбопинемам, даже те и нам ей назначили уже по поводу этой кишечной палочки. К остальному устойчиво, это значит, с мультирезистентной устойчивостью, мультирезистентный микроорганизм. Оказалось, что эта кишечная палочка там вообще большой-то роли не играла, потому что симптомы сохранились. Оказалось, что она вообще страдает вирусом герпетической инфекции вирусной, которую, конечно, от антибиотиков мы антибиотиками вылечить не можем. Поэтому и таких историй очень много, и вы все их тоже встречали. Какие принципы у нас терапии, рецидивирующих, еще большая проблема рецидивирующих и инфекции нижних мочевых путей. Как вы знаете, есть статистика, она хорошо известна, что в течение года после первичного острого эпизода цистита у половины женщин возникает рецидив. У 30% из этих женщин рецидивы становятся частыми, более трех в год. Это нехорошие результаты лечения, я считаю. Это так заставляет задуматься. Если у женщины возникает рецидивирующая инфекция мочевых путей, мы вообще должны очень, скажем так, внимательно относиться к ним и более глубоко обследовать. Мы должны, вот этот принцип персонализированного обследования и лечения, он здесь особенно актуален. Мы должны учесть возраст и понимая, что в постменопаузе у женщины может быть гипоэстрогеномия. Мы должны обязательно, вот здесь уже, извините меня, нам не будет прощения, если мы, женщины, не посмотрим на кресло. Потому что есть анатомические особенности. Есть, я не знаю, начиная от какого-нибудь полипоуретры, который может давать и нарушение мощи спускания, и в конечном итоге рецидива мочевой инфекции, и заканчивая пролапсом тазовых органов. Персонализированная антибактериальная терапия. Что это значит? Что пациентка, у которой рецидивирующие циститы, мы не имеем права лечить ее эмпирически антибиотиками. Мы должны этим пациенткам всегда их инструктировать. Если у вас должна быть дома баночка для контейнера, для сбора мочи, если у вас начинается очередное обострение, первым делом собрать среднюю порцию мочи на общий анализ и на пассив. Возможно, если это острый эпизод, и вероятно, мы начнем лечение эмпирически, но мы скорректируем его по результатам посева у этой пациентки. Лечить без посевов рецидивирующий цистит мы не имеем права. Мы должны учитывать предшествующую антибактериальную терапию. Скажу вам по секрету, мы должны учитывать ее у всех пациентов с урогенитальными инфекциями. Даже если лечили бронхит, нам это не важно. Если мы у всех пациентов должны… Вот пришла пациентка с острым неосложненным циститом впервые в жизни, и у нее должны спросить, за последние полгода вы какие-нибудь антибиотики принимали? Потому что если она принимала какие-то антибиотики, особенно если это вторхиналоны или цефалоспорины, то у нее повышенный риск, что у нее может быть резистентный микроорганизм. Даже при этом первичном, впервые возникшем острым циститом. Аллергологический анамнез само собой, потому что тоже… Ну, это не нужно объяснять, здесь все врачи. Восстановление глюкозоаминогликанового слоя у ряда пациентов, у пациенток. Это понятно, это наш защитный слой. И помимо элиминации возбудителя, мы должны еще иногда подумать о том, чтобы помочь организму, только что перенесшему очередное обострение инфекции, немножечко себя защитить. Итак, ошибки в лечении. Ошибки по выбору тактики. Патогенетическая терапия. То, о чем мы говорили. Мы помним о влиянии эстрогенов. Мы не должны ошибиться с точки зрения исключения каких-то анатомических предрасполагающих факторов к мочевым инфекциям. Ошибки этиологического лечения. Это уже напрямую связано с так называемой рациональной антибиотикотерапией. По выбору препарата мы в идеальной ситуации должны знать в нашем регионе микробный профиль возбудителей, в частности, инфекции мочевых путей. Какие микробы, какая резистентность. Не зная этого, мы в принципе эмпирическую терапию назначать очень сложно, чтобы попадать в сектор. Или как правило попадать. А мы должны попадать с точностью более 90%. Вы это знаете, да, для эмпирической терапии. Потом, по длительности терапии очень много, долго, неправильно. А в некоторых ситуациях очень коротко, тоже неправильно. Вот здесь, собственно, и идет индивидуализация лечения. У одной женщины с острым циститом мы должны назначить короткое лечение. У другой женщины с острым же циститом мы должны назначить более продолжительную терапию. Как выбрать? Способ применения препарата – дозировки. Про биопленки – это отдельная история. И как мы уже говорили, когда вспоминали про статит, то дозировки, если мы… Но это имеет отношение в большей, конечно, степени к осложненным инфекциям. Но дозировки должны быть более высокие. Вот, посмотрите, ошибки типичные. Использование цифалоспоринов первого поколения, ампицелина, амаксицелина, котримаксазолы для эмпирической терапии неосложненных инфекций нижних мочевых путей. В нашей стране и в западных странах, к сожалению, высокий уровень резистентности. Мы говорим про эмпирическую терапию. Когда у нас есть результаты бактериологического исследования, и там есть хорошая чувствительность, предположим, даже к ампицелину, почему нет? Можно его использовать. Нефторированные хинолоны. Всё, мы должны забыть про эти препараты, по крайней мере, даже для эмпирической терапии. Уже и тогда, когда мы в пассиве имеем чувствительность к пепимидинной кислоте, тоже не стоит назначать. Потому что, к сожалению, есть статистика, которая говорит о том, что эти препараты повышают резистентность в целом к фторированным хинолонам. Нитрофоронтоин. Речь идёт уже о длительном назначении. У нас такое легкомысленное отношение к нитрофоронтоин. Уросептиком его раньше называли. Вроде бы его можно сколько угодно назначать. Но на самом деле тоже не так. Оказалось, что если его долго назначать, одна из самых частых причин лекарственно ассоциированного к гепатитам. Поэтому всё так оказывается не так однозначно. Применение фторхинолонов у беременных, как вы знаете, тоже не разрешено. Фармакинетические особенности препаратов. Мы должны знать в моче, насколько много этого препарата оказывается в жидкости, которые являются у нас, в общем, мишенью для этих препаратов, когда мы говорим о мочевых инфекциях. Дозирование. Об этом уже тоже говорили. Понятно, что, как правило, планктонные формы микроорганизмов действуют. На них действует антибиотик. А чтобы подействовать на микроб в биоплёнках, для этого нужна экспозиция и высокие дозировки. И то не всякий антибиотик. Как правило, если говорить об общих принципах, те антибиотики, которые хорошо проникают в ткани, они с большей вероятностью могут проникать в биоплёнки. И то это не всегда так. Посмотрите, по длительности терапии. Острый неосложнённый цистит. Назначение в течение 1-3 дней при наличии факторов риска – это неправильно. А какие факторы риска? Ну, например, сейчас, кстати, по-моему, из европейских рекомендаций это исчезло. Это фактор риска временной. То есть если пациентка, скажем, страдает циститом более недели, более 7 дней, то мы, по идее, даже не имеем права расценивать этот цистит как неосложнённый. Мы должны его расценивать как осложнённую инфекцию. Хотя он не тяжёлого течения, обычный себе цистит. Но если она… Ну вот в поликлинику пациентка может в тот же день попасть к урологу? Ну, в городской. Не может. Она талончик на через 2 недели приходит, как по талончику. Уже там острота немножко ушла. Но вот такую больную лечить вот этими, то, что у нас в рекомендациях написано во всех, и в наших, и в западных, 1-3 дня, это неправильно будет. Её нужно будет дольше лечить. Длительные курсы при остром неосложнённом цистите тоже неправильно, потому что, например, взять те же самые вторхиналоны. Мы любим эти препараты, это же все урологи знают. Если мы назначим ципрофлоксацин при цистите на 3 дня, вот пришла она в тот же день, на следующий день, а другой доктор назначить на 7 дней понадёжнее, чтобы было. Это будет неправильно понадёжнее, потому что эффективность ни микробиологическая, ни клиническая от такого продолжённого приёма не увеличится у такой пациентки. Всё немножко сложнее. Было бы проще, если бы одна таблетка на одну болезнь, и вопрос был бы снят. Неэффективность терапии. Почему может быть? Позднее начало лечения. Да. Нерациональный вывод препарата. Понятно. Низкая концентрация антибиотиков в зоне инфекции. То, о чём мы говорили. Высокую устойчивость микроорганизма. А как её узнать? Высокую устойчивость. Нужно посев сделать. Поэтому, пожалуйста, загружайте свои микробиологические лаборатории. Иначе мы в тупике окажемся. Нежелательные эффекты и непереносимость. Конечно, мы это тоже должны учитывать при выборе препарата. Низкий комплайенс. Такое модное, красивое слово. Это тоже важно. Потому что есть статистика. Она говорит о том, что если препарат один раз в день дозируется, то комплайенс достаточно, комплайентность лечения высокая. То есть 94% пациентов правильно принимают, каждый день не забывают. Уже два раза в день. Уже хуже комплайентность. Посмотрите, если взять по течении суток приём, режим дозирования. Там, скажем, один раз в день. Ну вот леофлоксоцин. Есть такой. Раз в день принимается. Но один раз пациентка выпьет леофлоксоцин утром, а другой раз она за обедом выпьет. Это уже нарушение комплайентности. У неё будет период, когда концентрация антибиотика в зоне, в органе-мишене будет недостаточной. К чему это приводит? К росту резистентности, опять-таки, к этим самым антибиотикам. Недостаточной эффективности лечения. Продолжительность лечения. Чем тоже к вопросу о длительных курсах. Когда мы говорим о мочевых инфекциях, нижних мочевых путей. Конечно, если у нас благоприятная ситуация, и у пациентки острый, неосложнённый цистит, она сразу пришла в первые дни болезни. Конечно, лучше, чем короче будет лечение, тем лучше. Потому что она просто лучше, с большей вероятностью, будет адекватно принимать эти препараты. Обычно люди как? Если вы назначите, опять-таки, в торхинолон, например, на неделю, по поводу острого неосложнённого цистита, она первые два дня будет его принимать, будет его принимать, а потом, когда стало легче, она его забудет и уже перестанет. А потом, чуть-чуть хуже, она опять начнёт принимать. Это никому не нужно. В антибиотикотерапии это недопустимые вещи, потому что, опять-таки, идёт рост резистентности микробов. Ошибки по способу введения. Ну, в общем-то, конечно, парентерально лечить в амбулаторных условиях неосложнённую инфекцию, тогда, когда есть пероральные препараты. Но не в этой аудитории говорить, что это неадекватно. Я не беру, безусловно, я не беру ситуации, когда есть микроб, мультирезистентный, и когда есть показания для, скажем, лечения парентеральными препаратами. Современные пероральные антибиотики, по крайней мере, мы говорим сейчас об инфекциях нижних мочевых путей, они прекрасно не уступают, не надо... Вот у меня буквально сейчас на этой неделе был пациент с острым простатитом. На фоне миатостеноза ещё этим надо заниматься, там ни одна пластическая операция была. С острым простатитом. Я ему говорю, мы вас можем выписать, у вас уже всё хорошо, у вас там лихорадка прошла. Нет, давайте мне продолжите цифрофлоксацин вводить внутривенно. Я чувствую, мне это лучше помогает. Я говорю, да вы в таблетках, если вы будете принимать, вот современные препараты, они вот концентрацию в крови вам дадут абсолютно точно такую же. Нет, сделайте мне... Я прям чувствую, внутривенно гораздо лучше работает. И это не переломить. Но у нас-то таких предубеждений не должно быть. Итак, клинический случай. Пациентка 64-64 лет обратилась с жалобами на частые обострения циститов. Беспокоить начали после наступления менопаузы. Последнее обострение, частая болезненная мочеспускание, два дня назад возникло. Есть сопутствующие заболевания, ну такой, в общем, какой-то стандартный набор для человека 64 лет. Есть аллергия на пенициллины, цифалоспорины. Планы обследования больной. Нет ничего проще. Острый, рецидивирующий, цистит. Вот я вам сейчас предлагаю проголосовать за план обследования пациентки. Кто как бы ее обследовал. Отлично, проголосовали. Смотрим. Ну здесь практически единодушие. Да, в соответствии с европейскими рекомендациями мы должны сделать очень простые вещи. Общий анализ мочи и физикальное обследование. Посев мочи в особых случаях. Но в особых случаях, на мой взгляд, рецидивирующая инфекция мочевых путей является 100% таким особым случаем. А если говорить вообще, то, на мой взгляд, вообще нужно при любом инфекционном процессе делать бактериологическое исследование. Вот такие получили мы результаты обследования. Общий анализ мочи лейкоцитурия, посев мочи, кишечная палочка выявилась. Правда, посев, она пришла, это больная Любовь Александровна, она пришла уже, уже ее научили, что к доктору лучше идти с посевом готовым. Чувствительная к нитрофуронтаину, ампицелину, сэфтриаксону, сэпрофлоксацину, сэфиксиму. Осмотр в зеркалах, ничего особенного там не нашлось. Диагноз рецидивирующий цистит, обострение. Здесь, в общем, никаких сомнений нет. Что вы назначили бы этой пациентке? Вот такие условия задачи. У нас есть обострение рецидивирующего цистита, даже есть уже причинный фактор. Кто виноват? Давайте поголосуем. Харис Сулейманович, вы бы, какой вариант вы себе бы выбрали, вернее, пациентке? Лучше серый микрофон, пожалуйста. Вообще, конечно, я бы хотел знать уровень ее сахара, если он у нее адекватный, компенсированный или нет. И все-таки причина здесь все-таки на фоне сахарного диабета у пациента, у пациентки имеется рецидивирующий фактор, именно обусловлено с сахарным диабетом. Естественно, всех этих пациентов мы смотрим в рамках рецидивирующей инфекции именно с таким фактором осложняющим. И, конечно, здесь, конечно, антибактериальная терапия с учетом того культурального исследования, что мы получаем. Но опять ведем мы ее все-таки. С учетом сахарного диабета. Да. Это очень важное замечание. Но, с другой стороны, с сахарным диабетом – это палка о двух концах. Ведь хорошо известно, что у этих пациентов… И здесь причина все-таки. Бывает еще, что бессимптомная бактериурия, лейкоцитурия бессимптомная. Правда, это не наш случай. И там мы не должны на нее накидываться, да? Там, да. Ну, правильный у нас ответ С, как вы видели, это эстроген и местная антибактериальная терапия. Почему эстрогены? Есть статистика, она очень хорошая. У женщин в постменопаузе, страдающих рецидирующими инфекциями, частота снижается с 23 до 6%. И, в принципе, в европейских рекомендациях эстрогены звучат для этих пациенток. Это, хоть и степень рекомендации С, но может быть эффективным применение эстрогенов у женщин в постменопаузе. Эта пациентка – абсолютный, скажем так, клиент для местной эстрогенотерапии. Антибиотик. Антибиотик, вроде бы, тоже у нас нет сомнений, что его нужно назначить. Мы должны его назначить. Какой антибиотик вы бы выбрали для этой пациентки? Вот вам, к сожалению, выбор такой, он ограничен у нас четырьмя пунктами. Пожалуйста, выберите тот пункт, который вам ближе. Как бы вы ее полечили? Шамиль Хусенич, а вы назначаете лечение кому-нибудь? Не знаю, да. Вот вы бы чем бы полечили и как? Ну, несколько сложный вопрос, поскольку вот сердце, вроде бы, идет к ней цифрофлоксацину, поскольку цификсим, у нее аллергия, как бы изначально аллергологический анамнез подтверждает аллергию на пенициллина и цифалспорина. Вроде, по идее, не нужно назначать фосфомедицин, атерметамол. Ну, при рецидивирующих, даже при таких режимах один раз, там, в течение 10 дней тоже, с точки зрения, ну, как сказать, современных подходов, вроде бы, не самая частая рекомендация. А получается, что вот цифрофлоксацин три дня для рецидивирующих форм тоже не самый лучший вариант. Получается, что единственное... Все плохие. Десять дней. Халис Сулейманович, а вы? Ну, просто интересно. Что бы вы выбрали? Выбор такой, да, небогат, но он хороший. Ну, при рецидивирующей инфекции, учитывая, что у нас все-таки аллергия на цификсин, у нас остается только цифрофлоксацин и нитрофуронтеин. Я думаю, если оно гепатоксично, оно же не будет его месяц принимать. Ну, 10 дней, это не совсем гепатоксичность или цифрофлоксацин. Но есть у нас и схема назначения фосфометрометамола при длительном рецидивирующем процессе. Если это и есть длительный рецидивирующий процесс в течение трех месяцев, мы можем его назначить. Спасибо большое. Ну, это Любовь Александровна известна своим коварством. Это же она эти варианты придумала, не я. Европейские рекомендации, а мы сейчас говорим не о наших с вами мнениях, а об европейских рекомендациях. Это говорит о том, что даже при рецидивирующих циститах схемы лечения при обострении, они аналогичны, в общем-то, первичному циститу. Поэтому, если говорить о лечении обострения, то оно, по идее, должно быть таким же, каким оно проводится при обычном остром цистите. И вы не найдете сейчас, если вы откроете клинические рекомендации Европейской ассоциации урологов, вы не найдете отдельных схем для рецидивирующего цистита. Вот поищите, не найдете, я сам искал. Там отсылка к таблице, которая находится в разделе «Острые неосложненные циститы». Если эту табличку воспроизвести, то там вы найдете цифрофлоксоцин два раза в течение трех дней лечения, лечения именно острого эпизода. Там вы найдете цифалоспорины, как вариант, там от трех до семи дней предлагается. Там вы найдете, сегодня вы найдете там макрокристаллический нитрофоронтоин в течение семи суток. У нас этого макрокристаллического нитрофоронтоина нет, поэтому этот вариант, в общем-то, к сожалению, не вариант. Фактически у нас остается выбор из этих двух препаратов. Фосформицин и трометамол вы найдете там, но как разовый прием. Нужно четко разделять лечение острого эпизода, это разовый прием, от этих лечений, постоянная, скажем так, антибиотика, профилактика. При ситуации, когда у нас рецидивирующая инфекция. Мы сейчас не говорим, антибиотика, профилактика постоянная. Это самое последнее, что мы должны к чему прийти. Это от безысходности мы приходим. И здесь в лечении острого эпизода этого быть не должно. Вот я вам табличку из европейских рекомендаций, пожалуйста. Вот то, что мы имеем возможность назначать при остром эпизоде цистита. Это российские рекомендации. Они немножко отличаются, но идея, в общем-то, это рекомендации по продолженной терапии. И она, на мой взгляд, должна четко отделяться от рекомендаций по лечению острого эпизода. Но, в общем-то, ципра и левофлоксоцин здесь, в общем-то, тоже звучат. Почему мы цифалоспорины ограничиваем использование? Равно, как и рекомендуется сейчас при рецидирующих инфекциях ограничивать использование вторхиналонов. Не потому, что это не действующие препараты. В целом, эти препараты действуют очень хорошо. Если вы посмотрите, вот это, например, про 4 основных возбудителя мочевых инфекций. Вы посмотрите, с цифалоспорином прекрасная чувствительность. Даже лучше в некоторых ситуациях, чем в вторхиналонах. Но мы не можем назначать эти препараты вслепую. Это то, о чем при рецидирующих инфекциях. Не имеем права ни цифалоспорина, ни вторхиналон. Мы должны понимать, какие возбудители в данном случае были причиной болезни. Принцип лечения есть и другой сейчас. Сейчас говорят о том, что можно вообще обойтись без антибиотика при остром, неосложненном цистите. Эти работы появились не так давно. Но если вы посмотрите, то в принципе лечения ибупрофена у большого процента пациенток был достаточен для того, чтобы симптомы разрешились на седьмые сутки с момента начала. И только у 12 пациенток из 36 потребовалась впоследствии антибиотикотерапия. Профилактика рецидивов. Я здесь могу вам сказать, что у этой пациентки, конечно, должна быть профилактика рецидивов, помимо лечения острого процесса. Мы говорили уже о некоторых из пунктов. Но я вас прошу проголосовать. Вы бы вот этой пациентке что назначили? Что бы вы лично назначили? Ну, здесь практически единодушие. В принципе, такой пациентке можно назначить для профилактики сразу несколько препаратов. И как одновременно, так и последовательно. Я зачастую, скажем так, начинаю с одного и продолжаю чем-то другим, если этого не хватает. Но обратите внимание, основной акцент, который делают европейские рекомендации, что антимикробная профилактика должна использоваться только тогда, когда неантимикробная профилактика не увенчалась успехом. У нас, к счастью, сейчас есть инструменты для неантимикробной профилактики. У нас есть препараты растительные, есть неплохие исследования, которые говорят о том, что они могут использоваться для предотвращения рецидивов. У нас есть иммунопрофилактика. Это когда уравоксом снова появился у нас в доступе, какой-то период его не было. Я был искренне рад, потому что это одно из звеньев патогенеза мочевых инфекций, такое как бы ключевое, да, иммунитет человека. И препарат с доказанной эффективностью появился в нашем распоряжении. Пробиотики. Пробиотики – это такая немножко скользкая тема, потому что не всякие пробиотики могут предотвращать мочевые инфекции. Должны быть штаммы лактобацил, бацилус рейтери, лактобацил, вот этих вот штаммов, которые не во всяком препарате есть. И, к сожалению, среди тех препаратов, которые нам доступны в России, препаратов, которые бы содержали вот эти два штамма, не существует. Этого инструмента в наших руках пока нет. Вот два препарата американских, которые у меня пациентки привозят из прекрасного далека. То, что появилось в рекомендациях 2015 года, это препараты демонозы. Демонозы – это вообще в березках наших, ну и не в наших тоже присутствует демоноза. И есть исследование рандомизированное, которое показывает эффективность, сходная с малыми дозами продолженной приема нитрофоронтоина, эффективность демонозы. В нашей стране должен появиться препарат демонозы летом, как мне сказали. Экосистин, по-моему, он будет называться. Вот. Тоже один из возможных инструментов, который нам, наверное, поможет этим пациенткам жизнь облегчить. А вообще, если говорить особенно о рецидивирующих инфекциях, по-прежнему чудо исцеления этих пациенток находится где-то на грани между наукой, которую вот я попытался здесь представить, ну и врачебным искусством. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, попробую ответить. Да, да. Пуско-итального? Спасибо. Ну, общеизвестный метод, как вы знаете, наверняка есть вариант, когда принимается антибиотик сразу же после полового акта. Этот метод, который мы все не очень любим. Вот. Есть пациентки, у которых пуско-итальный цистит возникает вследствие непереносимости спермицидов, которые иногда содержатся в презервативах. И вот этот вопрос мы обязаны вот этим пациенткам задавать, как способ предохранения. И, ну вот, чтобы они посмотрели. Потому что, если это так, это очень хорошая, вот прямо такая быстрая победа над рецидуирующей болезнью. Бывают пациентки, у которых половой акт связан с микротравмированием. И это либо недостаточно естественные смазки. Ну, в общем, это то, что мы относим к гигиене и интимной жизни. И если это так, то мы тоже, советуя, я не знаю, использовать любриканты, можем снизить вероятность этих циститов. Однозначного решения не существует, но проговорив последовательно вот эти все моменты, некоторым больным пациенткам мы можем помочь. Есть, как вы знаете, операция по переносу наружного отверстия уретры. Ну, честно говоря, у меня личное отношение такое сдержанное к этой операции. Хотя те, кто ее регулярно делают, тоже говорят, что вот и есть какой-то процент пациента, которым это помогает. Спасибо. Еще вопросы Константину Леонидовичу. Константин Леонидович, скажите, у вас ваша вот вроде бы презентация называлась «Ошибки в терапии острого и рецидивирующего цистита». То есть я так понимаю, что вы в первую очередь решили сосредоточиться на рецидивирующем как наиболее сложном, что ли. А есть какие-то особенности или отличия? Вот есть ли острый цистит, скажем, этих пациенток в рекомендациях? Есть ли какие-то, ну, как бы рекомендации по этой категории больных? Потому что, как я понял вас, что обострение в рецидиве – это несколько другая история, чем если больная пришла с острым циститом, ну, будем говорить, неосложненным. И, соответственно, рекомендации, которые есть в отношении обострения рецидивирующего цистита, они отличаются, ну, хотя бы в том, что для этих пациентов эмпирическая терапия является не очень правильной. Мы должны получить результаты микробиологического анализа. Но ведь никто же не отменил эмпирическую терапию для больных, скажем, острым циститом? Никто не отменил. А там есть какие-то особенности или нет? Денис Ильич, ну, тут… Или вы решили на эту тему вообще касаться? Нет, почему? Как раз мы только, мне кажется, все время ее и касались. Я понял, хорошо. Просто я не… Тогда я не увидел рекомендации, видимо. Рекомендации, спросите, ответственность. Еще один вопрос можно мне спросить? Вот, скажем, препараты проантоценидины, препараты клюквы, они есть в рекомендациях, насколько я понимаю. Вы их опустили как бы намеренно или вы просто считаете, что они неэффективны? Денис Ильич, ну, я вообще ничего не считаю. Я их не изучал. Что касается… Нет, ну, вы приводили как бы то, что есть в рекомендациях. Пробиотики, демоноза, урваксом. И как бы совершенно намеренно вдруг опустили препараты из группы проантоценидинов. И мне вот хотелось просто понять, это как бы намеренно? Вы не любите клюкву в сахаре, без сахара? Или вы как бы… Вот просто как вы к этому относитесь? Я отношусь к проантоценидинам очень хорошо. Я ненамеренно совершенно их опустил. Не то, что опустил, я их упустил, наверное, ненамеренно. Значит, что касается проантоценидинов, если вы обратили внимание на тот слайд, который был посвящен демонозе, то там такая внизу звучала фраза, что пока рекомендации не могут быть даны. Да, такая там фраза звучала. К сожалению, вот такая фраза звучала практически по поводу, ну, практически всех методов предотвращения рецидирующего цистита, кроме иммунопрофилактики и антибиотика профилактики. И это отнеслось при последних рекомендациях клинических и к проантоценидинам. К рекомендации 2014 года было немножко по-другому. Рекомендация 2014 года повезла о том, что в нескольких рандомизированных исследованиях препараты клюквы в такой-то 36 миллиграммов доказали свою эффективность. За год ничего не изменилось, кроме того, что провели метаанализ и включили еще другие препараты клюквы. Ну, в этот метаанализ. Не только тот, который содержит 36 миллиграммов. И оказалось, что вот такой метаанализ, он не смог показать преимущества препаратов клюквы перед плацебо. Это не значит, что препараты клюквы не работают. Это значит, что какие-то препараты клюквы работают, а какие-то нет. Вот еще. Спасибо. Ну, мне казалось, и изначально речь шла о том, что работают только те препараты, которые содержат значительное или, скажем, нужное, достаточное количество проантоцебо. Ну, конечно. Если вы будете пить клюквенный морс «Чудо-ягода», то толку от этого никакого, наверное, не будет. Ну, видимо, да. Спасибо большое. Еще какие-то вопросы, может быть, появились? Да, пожалуйста. Я прошу прощения. Вот буквально три момента. По поводу препаратов клюквы, вот тот последний их охрановский обзор, который, как бы, сказал, что они не совсем эффективны с включением большего количества исследований. Они подчеркнули, что те исследования, в которых использовался чистый клюквенный сок, там выбытие пациентов было очень большое, потому что переносимость чистого клюквенного сока, она вообще немыслимая. А вот если это будут какие-то более удобные в плане применения и более дозированные по активному веществу, то, в принципе, возможно, там все будет не так плохо. У школы вы упомянули анализ пони Чапаренко, вообще ваше отношение к анализу пони Чапаренко при наличии хорошо сделанного общего анализа мочи. И по поводу продолжительности курса уросептиков применительно к ситуации, когда у пациента пожилого в анализе мочи выделяется клипсиела, чувствительный только к фосфомицину. И он самим своим разумом дошел до ежедневного применения манурала в течение 14 дней периодически при вот этих рецидивах его цистита. Спасибо. Спасибо. Но начиная с конца, вот это пожилой мужчина, для меня принципиально важно, какая у него болезнь все-таки. Он один раз перенес оперативное вмешательство у ваших коллег по поводу полипа мочевого пузыря и четыре раза перенес по поводу атеросклероза сосудов, там у него стентирование четырехкратное, по-моему. То есть у него больничная инфекция, по всей видимости, какой-то просто вариант цистита у мужчины, это же редкий вариант, вы же понимаете. Вот. Но в данном случае это, наверное, не найдется никаких клинических рекомендаций по тому, что назначать там 14 дней фосфомицина. Я бы не одобрил, с какой точки зрения, может быть, мне кажется, что не имеет большого смысла каждый день его принимать, потому как мы знаем, что фосфомицин в течение трех суток высокую бактерицидную концентрацию держит в моче. Может быть, нет смысла так часто назначать. Но если это единственный препарат, к которому есть чувствительность микроорганизма, почему бы и нет? Другой вопрос, что если там, скажем, у больного есть еще и простатит, вот это немножко другая история. Я не случайно сначала задал вопрос про, что за диагноз, да? Потому что, как вы знаете, фосфомицин в председательную железу проникнуть не может. И это, в общем, едва ли поможет больному. Вот. А второй вопрос. По ничьи порядка. По поводу анализа мочи Панич-Паренко я в своей практике им практически не пользуюсь. Ну, нужно понимать, для чего вообще он придуман. У нас есть лаборатория, очень хорошая, КДЛ-тест, есть лаборатория, которая делает некий аналог исследования мочи Панич-Паренко, ну, в рамках, скажем так, обычной микроскопии анализа мочи. Ведь отличие одно, что при микроскопии осадка обычная мы смотрим, ну, кладем покровное стекло, да, и смотрим количество клеточных элементов. Толщина капли может быть разная. И от этого может зависеть количество вот этих клеточных элементов, которые мы увидим. И Аня Чапаренко – это в объеме. И в объеме, ну, здесь вот эта вот одна переменная исчезает. И мы понимаем, что в объеме, там, 10 клеточных элементов, значит, их 10. В толщине капли в одном случае может быть 5, в другом случае, там, 10. Это в отношении лейкоцитов, например, не очень большое, может быть, значение имеет. В отношении эритроцитов, там, где у нас норма не более 2, это может иметь значение. Так что, ну, как правило, не требуется проводить Аня Чапаренко, это уже немножко такой атовизм, на мой взгляд. Спасибо, спасибо. Думаю, он ответил, исчерпывающий на все наши вопросы. Спасибо большое.